Свет души Слышим мы боли, и несчастья не видит други. Милосердие двери закрыты, не заметит их толчущий глаз. За страдания и ближним забыток, но ведь милость живет возле нас. Милосердие, 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 солнышный свет. Милосердие, милосердие, выше всяких показ на земле. Песня композитора Вячеслава Бабкова «Милосердие» часто звучит в благотворительных проектах фестиваля современной христианской культуры «Благовест», которым он руководит. И своеобразным делом милосердия стала акция «Поддержим друг друга песней», которая на протяжении нескольких месяцев проходит на православном сайте «Собор Бай». Наша программа не могла не откликнуться на это благое дело и пригласила к беседе ее инициатора Вячеслава Бабкова. Правда, наш разговор, учитывая его нахождение в изоляции, состоялся по телефону. Вячеслав Григорьевич, расскажите, как родился вот этот проект? Хочется вернуться в 2005 год. Тогда в Минске впервые прошел совместный творческий проект информационного агентства БПЦ, комитета по образованию Мингородсполкома. Тогда его назвали «Городской фестиваль современной христианской музыки Благовест». Это была авторская творческая инициатива, с которой я обратился и в епархию. Тогда первый раз пришел к митрополиту Силарету. Он благословил данное начинание. И уже в 2006 году он получил официальную поддержку как церкви, так и государства. Очень обрадовало в то время то, что его духовным попечителем стал священник, отец Игорь Коростылев, который имеет непосредственное свое предназначение к музыке. Когда я это узнал, это еще больше меня вдохновило и обрадовало. Ему было предложено быть духовником фестиваля. Таким образом, на протяжении многих лет фестиваль идет под его духовным окормлением. Не ограничилась жизнь фестиваля только этой инициативой творческой. На его идейной платформе родились и увидели свет многие проекты. Семья, единение и любовь. Семья, служим вместе в Министерстве внутренних дел. Семья, кристалл, общество в Министерстве обороны. Инициатива фестиваля, такая как областной фестиваль-марафон «Крылья ангела» 2013 года очень успешно следует по регионам Минской области. Ну и наша новая республиканско-духовная просветительская социально-культурная акция «Радость моя в защиту традиционных семейных ценностей» по многому инициирует многие наши творческие проекты, которые сегодня будут представлены в этом песенном проекте «Поддержим друг друга песней». Хочется более предметно коснуться этого проекта. Его задача во время нашей неблагоприятной эпидемиологической обстановки поддержать друг друга радостной такой энергией, позитивной, доброй, вдохновляющей песней всех людей, родных, близких, которых знаем, не знаем, тех, которые вынуждены находиться, но в определенных ограничениях. И, конечно же, чтобы песня напоминала всем нам, что жизнь не останавливается. Поддерживая друг другу, мы поможем не поддаваться панике, не впадать в уныние. На это направлен наш проект «Поддержим друг друга песней». Вячеслав Григорьевич, информационную платформу для этого фестиваля предоставил портал «Собор Бай», который курирует храм иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей, а настоятель его отец Игорь Ростылев. Интересно, что в молодости он был таким рокером, играл в ансамбле «Золотые яблоки», в котором выступал и Борткевич, и Леонид. Он тоже представил в этом проекте эту запись 60-х годов. Это очень интересно. Конечно же, отец Игорь очень творческий человек. В музыкальных кругах батюшка известен как солист. И ударник ансамбли «Золотые яблоки», «Наследники», «Дисканты». Группа такая «Синие гитары». Он в 60-е, еще в 70-е годы делал свои первые шаги. Очень тогда развивалась наша белорусская рок-музыка. И как он рассказывал, то, что тогда они еще делали сами и усилители, и гитары, сочиняли песни. Он был очень увлеченный музыкант, барабанщик. В студенческих кругах, в этой среде начали рождаться рок-группы, в которых он играл. Аудитория была тогда большая, и приходили очень много поклонников, музыкантов, масса молодежи, чтобы послушать этих музыкантов и группы. И не случайно то, что, будучи уже священником, он очень поддерживает наше начинание фестивально. Мы с большой радостью опубликовали его архивные материалы в нашей акции. Из далеких шестидесятых белорусская народная песня «Скрепять мои лапти» в исполнении ансамбля «Золотые яблоки». «Скрепять мои лапти» в исполнении ансамбля «Золотые яблоки». Еще одна участница этого фестиваля – ваша воспитанница Маша Фишман. И у нее уже очень серьезные записи. Расскажите о ней, где она сейчас? Это уникальная девочка. Милостью Божией по-другому я не назову. Была мне дана на моем творческом пути, когда ей было 7 лет. Я ее встретил во Дворце молодежи в хоре Крыничка, руководитель Наталья Викторовна Суханова. И когда я услышал ее дивный ангельский голосок, я понял, что это ангел, светлый, замечательный ребенок, который сможет исполнить мои песни. На тот момент я писал азбуку «Добротолюбие», искал для себя исполнителя. И вот Машенька и стала у меня вот этой моей главной ноткой проекта. Этот проект стал очень популярным. Мы его назвали в этом доме «Прибудет любовь». И вокалистка Мария Фишман через очень много лет поддерживает, как и мое творчество, наши фестивальные программы. И она также участник проекта «Поддержим друг друга песни». И она уже взрослая. Основательница фольклорного джазового проекта «Мара». Конечно, она опирается на белорусские корни. Для нее значимость музыки подпитывается ее идеей. Чтобы обратить внимание, что не секретное исчезновение белорусского языка, предлагаю прикоснуться к ее новости на портале «Собор Бай», где она описывает свое состояние души. Молоденькая девушка, но как она говорит мудро уже, что ее источник вдохновения для создания музыки – это ее корни, это ее традиция, семья, родина. Она осознает то, что как важно оставаться преданным своим корням. «Мара» – это ее большая мечта – быть всегда связанной со своими корнями. И она также поддержала наш проект своими новыми идеями, джазовыми обработками. Машенька живет и учится сейчас в Голландии, в Голландской консерватории. Для меня, как ее педагога, радостно, что она нас не забывает и поддерживает. Слушаем, как уже взрослая Маша Фишман интерпретирует «Купалинку». Купалинка, купалинка, темная ночка, темная ночка, Одежда моя, дочка, моя дочка, усадочку. Ружу, ружу палить, ружу, ружу палить, Ружу, ружу палить, ружу палить, Дочка, моя дочка, садочку, я на, я наружу полить, белый ручки. Вячеслав Григорьевич, а вот как попадает ваш проект? Потому что буквально каждую неделю появляются новые участники. По примеру, жители Италии и многих стран мира, в момент этой эпидемии люди начали выходить на улицы, играть с балконов и поддерживать своих соотечественников, родных, близких добрыми песнями. И, конечно же, наш фестиваль, это не просто концертные выступления, конкурсные программы, он социально ориентирован, направлен на очень многих людей, которые даже не могут выйти на сцену, которые сидят дома, на инвалидов, на сирот. Мы всем предлагаем наши творческие инициативы и номинации, их у нас 12. Ну и когда вот мы вышли посредством нашего портала Собор Бай и обратились ко всем неравнодушным поучаствовать, мы даже не ожидали, что будет столько много предложений. Мы думали, чтобы свои материалы присылали аудиоформатом, но исполнители начали слать свои замечательные профессиональные ролики. И, конечно же, мы бы могли каждый день выкладывать десятки прекрасных произведений, но, к сожалению, ресурсы нашего портала не позволяют. Мы думаем, как расширить наш ресурс, всем предоставить нашу платформу для такой соборной всеобщей поддержки. Скрипачка и певица Юлия Лебединка живет в Вене, но часто приезжает на родину с концертами и участвует в благотворительных акциях. МАВА МАРИЯ МАВА МАРИЯ Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Это Юлия Лебеденко, замечательная исполнительница, как и скрипачка, так и вокалистка, цвены, композитор Алина Безенсон, заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, хор Криничка Минского государственного дворца детей и молодежи Наталья Суханова. Очень радует нас, поддержал митрополичий хор Минского свято-духого кафедрального собора. Ну и конечно же хор Салютарис, участник проекта. Поддержим друг друга песней. Слушаем митрополичий хор Минского свято-духого собора с песней Игоря Лученко на стихе Якуба Колоса «Мой родный кут». Песня «Мой родный кут» 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это важная страничка, как и моей творческой биографии жизни и участие этого замечательного нашего соотечественника, моего друга, композитора, поэта, аранжировщика Юрия Богаткевича. Судьба меня с ним свела в далекие 80-е годы. Мы с ним служили в армии. Потом Юрий очень много гастролировал и играл в разных коллективах, в частности, вся брах. И создал свою группу «Рождество», где в те годы я у него был даже одно время директором коллектива и клавишником. Мы с ним много и попутешествовали по нашим концертным турам из-за границы. Юрий уехал жить в Америку. Сейчас он живет и трудится в Нью-Джерси. Когда он узнал о нашем проекте, моментально нас поддержал и прислал свои новые работы. В 2014 году он, когда приезжал на родину, мы с ним встречались. Была предложена его почитателям публикация, где он рассказал о своей семье, о своем творчестве. Также людям подарил свои новые работы. Из далекой Америки молитвенная поддержка Юрия Богаткевича. Когда поймешь, что ты в плену, в ней суеты, мерзко. И сердце сковано твое тревогой и тоской. Когда огонь сомненья лжи смутит покой души, Ты встань пред Господом в тиши и тихо попроси. Дай мне, Боже, чистой молитвы, слезы. Дай мне, Боже, чистой молитвы, слезы. И лик смиренный бед того, и взор печальный глаз. Того, кто трепетный, простой, учил молитве нас. И вдруг тепло тронзит тебя, и трогнет голос твой. И тихо набежит слеза от слов молитвы, слезы. Дай мне, Боже, чистой 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 молитвы, слезы. Мне бы очень хотелось рассказать о нашей центральной идее фестиваля, нашего проекта. В первую очередь, он о семье, для семьи, за семью. Мы хотим через творчество прикоснуться к светлому, вечному, доброму, искреннему. Мы хотим, чтобы творчество наших детей, белорусских авторов, исполнителей было представлено в наших проектах. Мы предлагаем участвовать всем, без возрастных ограничений. Мы предлагаем темы мотиваторов для раскрытия творческих образов. Если позволите, я перечислю некоторые наши мотиваторы, такие как «Радость моя», «Мир семьи», «Здравствуй, мир», «Святость православия», «Смысл жизни», «Красота супружества», «Жизнь», «Дар Божий», «Свет материнской любви», «Отец», «Отцовство», «Отечество», «Родительское счастье». Сохраним духовное наследие, доброе сердце, в этом доме пребудет любовь, голос ангела, зажги свою звезду и, конечно же, милосердие. Мы предлагаем наших композиторов, авторов и исполнителей прикоснуться к краскам человеческой души, которые незримы, невидимы. Это все тайные духовные составляющие человеческой души. Как важно нам это знать и пользоваться этими красками, пропитывать каждую ноту, каждое чувство. Тогда все будет одухотворено, все в себе будет нести радость, счастье, позитив, жизнеустремление. Все самое доброе, что живет в человеческой душе. И только на это мы хотим опираться и нести людям вот эти краски нашего творчества. Конечно же, одна из этих красок – это милосердие, как оно сейчас нам надо. Поэтому наш проект «Поддержим друг друга песней», а первый человеческий инструмент – это голос. Люди всегда пели. Пойте, мои родные, пойте любовь, пойте радость, пойте счастье. Пускай будет на земле только мир и все самое хорошее. И тогда мы будем всегда друг друга поддерживать своей любовью. И моя песня «Милосердие» пустанет вот этой ноткой, символом нашей любви, дружбы, радости. Будьте счастливы. Руководитель фестиваля современной христианской культуры «Благовест» композитор Вячеслав Бабков познакомил с участниками благотворительного проекта «Поддержим друг друга песней», который проходит на православном сайте «Собор Вай». Суете, говорим, часто спорим о проблемах своих и чужих. Милосердие двери закрыты, не заметит их толчущий глаз. Сосрадание ближним забыто, но ведь милость живет возле нас. Милосердие, 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 солнышный свет. Милосердие, милосердие, высших всяких богатств на земле. Милосердие, 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 милосер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok